Здарова, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу как прибавить немного фпс в эмуляторе геймлуп, а также уменьшить количество лагов и фризов. Смотрите видос внимательно и до конца, у него много полезной инфы. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими кентами. Приятного просмотра. Первое что мы делаем, качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть папка оптимизация и два текста документа. Команда и создание точки восстановления. Сначала откроем команда, копируем данную команду, нажимаем pkm на пуск, windows powershell administrator, да, ctrl плюс v и enter. Закрываем и закрываем. Нажимаем pkm на геймлуп, расположение файла, переходим в папку txgame.ue, опускаемся немножко вниз и находим android эмулятор. Нажимаем pkm, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, изменить параметры высокого dpi, ставим галочку на режим масштабирования. Окей, применить и окей. То же самое делаем и с android эмулятор EN, android эмулятор EX. pkm, свойства, совместимость, галочка, галочка, окей, применить, окей. pkm, свойства, совместимость, галочка, параметры, галочка, окей, применить, окей. Копируем путь, нажимаем ПКМ, копировать, закрываем папку, нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Если у вас есть планирование графического процессора с аппаратом ускорением, тогда нажимаете включить. После всех настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь, Enter и добавляем приложение Android Emulator EN, параметры, ставим галочку на высокая производительность и сохранить. Плюс на всякий случай можете еще добавить EX, то же самое, параметры, галочка, сохранить. Можете не переживать, высокая производительность будет активна только тогда, когда вы находитесь в самом приложении. Так же само и Android Emulator, тоже добавить, параметры, галочка, сохранить. Нажимаем поиск, пишем параметры, режима игры, игровой режим мы оставляем включенным, в клипах все это отключаем и ставим галочку на 30 кадров. В Xbox Game Bar мы тоже убираем все эти галочки. Открываем мой компьютер, локальный диск C, пользователи, ваше имя пользователя. Нас интересует папка Updata. Если у вас нет данной папки, нажимаете вид и ставим галочку на скрытые элементы. Local, опускаемся в самый низ и находим Temp. Выделяем все эти файлы. Ого, их много нихера себе. ПКМ, удалить. Нажимаем отмена, закрываем папку и очищаем вашу корзину. Снова открываем мой компьютер, нажимаете ПКМ на любой из дисков, свойства, сервис, оптимизация и дефрагментация диска. Нажимаем оптимизировать. Здесь нам нужно оптимизировать наши жесткие диски. Диск C и диск D у меня SSD, диск E это жесткий диск. Для SSD нажимаем оптимизировать, дальше D оптимизировать. А для жесткого диска нажимаем анализировать, а потом уже оптимизировать. Плюс можете отключить оптимизацию по расписанию. нажимаете сюда здесь будет у вас написано по идее отключить и убираем галочку с выполнять по расписанию нажимаем ok открываем папку которую мы загрузили заходим в оптимизация здесь у нас находятся три папки и две программки сначала установим процесс лассо нажимаем pkm открыть да ok принимаю далее установить далее и готово нажимаем настройки процессор форсирование переднего плана ставим галочку на повышать класс приоритета до снова нажимаем настройки процессор форсирование повышать приоритет активного потока до настройки общая интервал обновления гуи 10 секунд настройки общая интервал обновления 10 секунд нажимаем главное и ставим галочку на включен производительный режим если галочка вас не включилась нажимаете закрыть процесс лассо и в нижнем трее его здесь открываем проверяем да все работает снова нажимаем главное активный профиль питания галочка должна стоять на битсом high performance в некоторых ситуациях можете поставить максимальная производительность теперь запускаем приложение game loop и заходим в ту игру которую вы играете моем случае это pbg mobile то есть у вас должно открыться такое вот окошко сворачиваете игру сворачиваем game loop и находим здесь android эмулятор и n.exe нажимаем pcm приоритет всегда и ставим высокий снова нажимаем pcm соответствие цп всегда и убеждаемся чтоб стали галочки на всех наших ядрах если вдруг у вас более 6 ядер тогда ядро 0 отключаем плюс можете еще отключить smt многим помогает снова нажимаем pcm на android находим приоритет ввода вывода всегда и ставим высокий и последнее что нужно сделать это нажимаем pcm на android и ставим галочку на включение производительного режима после этого закрываем процесс лассо и больше не возвращаемся к этим настройкам то есть они делаются всего лишь один раз только будьте внимательны чтобы здесь в трое у вас процесс лассо был активен тогда вся эта оптимизация будет работать в приложении game loop возвращаемся к нашей папке открываем islc pcm открыть троеточие выбираете любой диск создаем папку нажимаем ok и экстракт открываем islc pcm открыть до находим вкладку free memory здесь нам нужно будет указать значение допустим если у вас объем оперативной памяти 8 гигабайт пишем здесь 4096 если же 16 пишем 8196 все остальные значения будут указаны справа таймер resolution 0.50 rate ms 500 ставим галочку на enable custom таймер resolution галочка на старт islc и галочка на launch islc нажимаете старт и залетайте в игру то же самое эти настройки делаются только один раз если же эти галочки вы не включите тогда нужно будет все эти настройки делать каждый раз перед входом в игру то есть запускайте islc прописывайте все эти значения и нажимаете старт как поиграли вышли нажимаете стоп далее нажимаем pcm на msa util запуск от имени администратора до находим нашу видеокарту в таблице приоритет мы ставим high и нажимаем apply открываем папку настройка видеокарты если видеокарта вас от md открываем папку md radeon здесь у нас находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты какие функции включить и какие функции отключить то же самое касается и nvidia открываем папку nvidia geforce здесь у нас тоже находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты здесь указано что нужно включить что нужно отключить плюс у меня есть два видоса на канале по настройке md radeon и по настройке nvidia geforce я там все подробно объяснил за каждую функцию если будет интересно ссылка находится в описании открываем мой компьютер компьютер свойства системы до параметры системы вкладка быстродействия параметры ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие и ставим галочку на экранные шрифты нажимаем применить и переходим на дополнительно виртуальная память изменить убираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки выбираем диск c ставим галочку на размер по выбору системы и нажимаем задать после всех этих настроек сделайте перезагрузку вашего пк нажимаем пока им на пуск параметры конфиденциальность опускаемся немножко вниз и находим камера если вы используете веб-камеру тогда оставляем включенным если же не тогда отключаем микрофон скорее всего есть поэтому ставляем включенным голосовая активация уведомления сведения учетной записи контакты календарь телефонные звонки электронная почта задачи обмен сообщениями и радио можете спокойно отключать переходим на фоновые приложения здесь у нас есть два варианта отключаем все фоновые приложения либо отключаем те фоновые приложения которые мы не используем такие как microsoft store xbox будильник и часы ваш телефон и так далее все это можете спокойно отключать нажимаем поиск пишем панель управления электро питание показать доп схемы если у вас галочка стоит на бицем high performance так и оставляем если же нет тогда ставим галочку на максимальная производительность нажимаем поиск пишем центр обновления windows проверить наличие обновлений если есть новые обновления вы их загружаете и перезагружаете ваш пк если у вас такая же самая ошибка как и у меня нажимаем поиск пишем службы опускаемся в самый низ и находим центр обновления windows тип запуска вручную применить запустить теперь нажимаем повторить у вас пройдет проверка всех этих обновлений если есть доступные загружаете и перезагружаете ваш пк после этого как все сделаете снова заходите службы центр обновления windows тип запуска отключена применить остановить окей и закрываем после всех этих настроек залетаете в геймлуп и проверяйте как у вас идут игры если fps не изменился как были лаги так и остались тогда открываем папку которую мы загрузили оптимизация твики реестра здесь у нас есть пять файлов реестра первые два файла реестра отключают xbox dvr многим кстати бустит неплохо fps нажимаем пкм слияние game dvr 2 пкм и слияние если вдруг у вас нет слияния нажимаете два раза lcam либо через enter да да и окей отзывчивая система пкм слияние сетевой троттлинг пкм слияние и системный приоритет тоже пкм и слияние только перед тем как делать активацию данных файлов реестра я рекомендую сделать backup файлов реестра как это сделать указано вот прям здесь либо в моих предыдущих роликах следующая настройка касается тех кто играет с друзьями в дискорде кстати вот мой сервер дискорда если будут вопросы либо желание поиграть подключайтесь ссылка в описании нажимаем настройки пользователя опускаемся вниз и находим аппаратное ускорение отключаем галочку и нажимаем ok ну и последнее что нужно сделать это обновить драйвера ваши видеокарты если видеокарта вас от md нажимаем пкм на рабочем столе настройки rodeon переходите на вкладку обновления качайте последнюю версию драйвера и перезагружаете ваш пк если видеокарта вас от nvidia открываем geforce experience драйверы проверить наличие обновлений если есть доступные драйвера то же самое качайте последнюю версию выбирайте экспресс установка и перезагружаете ваш пк если нет доступных драйверов мы просто нажимаем закрыть открываем game loop да заходите вашу библиотеку и запускаете ту игру в которую вы играете как оказались самой игре нажимаем на меню настройки на вкладке основные в принципе можете ничего не менять я же отключил автозапуск поставил регион и язык движок оставляйте автоматически потому что если вы играете не в одну игру то некоторые игры допустим поддерживают об инжей некоторые direct x поэтому лучше ставим автоматом ставим галочку на включить кэш рендера ставим галочку на принудительное кеширование рендеринга ставим галочку на приоритет дискретной видеокарты и ставим галочку на включить оптимизацию рендеринга вертикалку тут по ситуации если допустим у вас процессор загружен на все сто процентов можете поставить галочку некоторым помогает его немножко разгрузить сглаживание советую ставить на баланс если пока у вас средний и выше если слабенький тогда лучше выключаем память максимальное его количество у меня 16 гиг оперативки я оставлю 8192 процессор у меня 6 физических ядер я оставлю 4 разрешения если пока у вас средний и выше то ставим по соотношению к вашему монитору если же слабенький то 1280 на 720 гипя и экрана оставляем по дефолту на 240 далее нажимаете сохранить и переходим на модель здесь в принципе особая разница нет но я выбрал рок 2 с поддержкой 90 кадров переходим на вкладку игра делаем то же самое что и с разрешением то есть для слабых пк стандартная 720p для средних и выше 1080p у меня же 2к монитор поэтому я выбрал 2к графика для слабых пк ставьте на плавно для средних и выше баланс кадровая частота советую ставить 60 и даже ничего больше не выдумывать потому что допустим для пбг тоже самый 60 или 90 разницы особой нет по крайней мере на пк это то что касается моего личного мнения и восприятия этой игры и нажимаем сохранить после всех этих настроек открываете во весь экран нажимаете начать и наслаждайтесь высоким фпс